В ауле Козылоктябрь Зеленчукского района активными темпами возводится новый мост, который соединит две части населенного пункта. Состояние старого путепровода беспокоило аульчан уже на протяжении без малого двух десятков лет. С ходом строительства ознакомился наш корреспондент Ахмат Халкечев. Строительство нового моста – долгожданное событие для аульчан. Это стало возможным после того, как несколько жителей поселения в прошлом году побывали на личном приеме у главы республики. Тщательно изучив состояние несущих конструкций старого моста, специалисты пришли к выводу. Необходимо снести его и начать строительство нового. Всем хочется сказать большое спасибо за то, что обратили внимание к проблеме нашего аула. И они постоянно обращают внимание. Спасибо главе республики, спасибо руководству «Автодора». Туда ездит школьный автобус, за детьми приезжает. Машина, которая возит мусор, тоже есть. У нас аул, так сказать, более-менее развитый. Постоянно вважается в движении. Наверное, машины около ста сутки сюда-сюда ездят. Сейчас полностью завершены демонтажные работы конструкции старого моста. В данный момент активно идут буровые и бетонные работы. Опора старого моста подмала еще во время наводнения в 2002 году, так как у него не было забуренных в твердый слой грунта сваек, которые могли бы обеспечить его устойчивость к природным катаклизмам. Даже центральные опоры, по словам строителей, стояли на бетонных подушках. Ну а новый путепровод возводится с соблюдением всех современных требований. Данный мост стоит на сваях. Будет стоять на сваях. Сваи, которые находятся в центре моста, они забурены в твердую породу, где-то глубиной 10 метров сваи и 85 сантиметров. 10-85 они полностью в грунте. До твердого аргелита, до твердой породы сваи дошли. Все береговые опоры, они забурены на 15-85, так как грунт выше, чем русло реки. Эти 5 метров тоже предусмотрели, чтобы сваи выходили прямо под ригель. Я думаю, новый мост будет намного превосходить в прочности. Беспокойствие Ауличан по поводу надежности мостового соединения двух частей населенного пункта особенно обострялось в осенний период, когда практически все подворья на левобережье на больших грузах запасались стенам на зиму. Ну а теперь, по словам мостостроителей, новое сооружение способно выдержать нагрузку, которой он в принципе может быть подвергнут. Также по новому проекту предусмотрен маловозможный вариант подъема воды в русле реки до 5 метров. А по техническим характеристикам срок эксплуатации сооружения составит как минимум полвека. Ахмахал Кечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.